Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевске продолжается ремонт стадиона «Саулук». В республике впервые прошел всероссийский турнир по футболу среди девочек. Далее об этих и других темах подробнее. До старта избирательной кампании в Карачаевой Черкесии осталось чуть больше месяца. В республике стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в сентябре будут находиться на избирательных участках и следить за соблюдением порядка и легитимностью голосования. Об этом сообщила председатель общественной палаты республики Елена Лешова. Первый наш семинар в Карачаевой Черкесии, он стартует с города Черкеска, потому что здесь больше всего присутствуют наблюдатели. Здесь будет обучено 104 наблюдателей. Промышленное производство в Карачаевой Черкесии в первом полугодии выросло на 7,6%. Увеличение выпуска продукции отмечается в обрабатывающих производствах более чем на 20%. В обрабатывающих производствах увеличился выпуск бумаги и бумажных изделий почти на треть. Обработка древесины и производство изделий из дерева выросло на 17%. Резиновых и пластмассовых изделий на 16,5%. Кроме того, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в январе-июне этого года вырос на 19%. В Карачаево-Черкесии приступили к уборке зерновых колоссовых культур. Работы начаты в пяти районах республики – Абазинском, Адыгехабльском, Хабесском, Ногайском и Прикубанском. На сегодняшний день сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами собрано уже свыше 30 тысяч тонн зерна. Всего в этом году планируется убрать зерновые на площади более 82 тысяч гектаров. Основные культуры – это зимая пшеница и зимая ячмень. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал «Ранхикс». Обучение там могут пройти граждане возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. 14 субъектов России, в том числе Карачаево-Черкесия, полностью выполнили годовые плановые показатели по искусственному лесовосстановлению. Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В Карачаево-Черкесии площадь проведения искусственного лесовосстановления составила порядка трех гектаров. В регионе также ведутся работы по естественному лесовосстановлению, которые уже проведены на площади 5 гектаров. В осенний лесокультурный сезон планируется проведение работ еще на площади 18 гектаров. С начала этого года в лесах Карачаево-Черкесии проведено более трех с половиной тысяч патрулирований. В рамках контрольных мероприятий проверяются места заготовки древесины арендаторами лесных участков, а также осматриваются транспортные средства, перевозящие древесину. В ходе патрулирования выявлено 17 фактов незаконной рубки лесных насаждений, 8 из которых являются латентными преступлениями прошлых лет. В общей сложности по 8 случаям удалось установить личность лесонарушителей. Выезды проводятся в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. Более 100 участников из регионов Северокавказского федерального округа примут участие в форуме «Махар-2022», который начнет свою работу 9 августа. Он посвящен столетию Карачаево-Черкесии. Каждый представитель молодежи от 18 до 35 лет может подать заявку на участие в форуме. Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов рассказал о целях и задачах молодежного форума. В рамках реализации форума будет реализовано три направления программы. Это образовательная программа, горно-пешеходная и творческая программа, а также, помимо этого, спортивная. Почему? Выбрано сразу несколько направлений по той причине, чтобы охватить и наполнить форум теми направлениями деятельности, которые на сегодняшний день являются востребованными и необходимыми в рамках реализации северокавказских окружных или федеральных форумных мероприятий. Следует отметить, что в рамках реализации грантового конкурса имеется 15 номинаций. Данные номинации представлены на сайте grant.myrosmo.ru Федерального агентства по делам молодежи. Вместо с Карачаевским государственным университетом в этом году с министерством проведена большая работа в части улучшения материально-технической инфраструктуры базы МАХАР Карачаевского государственного университета. При этом на сегодняшний день с одним из провайдеров достигнута договоренность о том, что они предоставят на территории проведения форума качественный высокоскоростной интернет. Понятно, что телефонная связь категории GSN там работать не будет, функционировать не будет, но на сегодняшний день у всех есть и социальные мессенджеры, и социальные сети, посредством которых они могут общаться со своими родными, близкими, друзьями, товарищами и так далее. За прошлый год в Карачаево-Черкесии заключили 1902 социальных контракта, 223 из которых заключили жители Черкесском. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными людьми или семьями, доход которых по независимым от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Эта мера поддержки второй год помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации и увеличить доходы. По всем вопросам заключения социальных контрактов можно обратиться по номеру телефона 26 14 17. До 20 августа продлится конкурс мэрии Черкеска на лучшее оформление фасадов и зданий, прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаево-Черкесии, принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте активных горожанин, загрузить в раздел «Конкурс» фотографии объекта до и после, оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии Черкеска Армина Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В Черкесске продолжается благоустройство сквера имени Сергея Есенина. В нем будет заменено пришедшее в негодность плиточное покрытие, отремонтированные скамейки, установлены в наполнительные мусорные урны, заменены фонари освещения. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равильти Киев. «В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ с февраля месяца. Начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат на сегодняшний день, уже 25 тысяч квадрат, это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережная, Угуте, Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года». В честь Дня воздушно-десантных войск в Черкесске состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов подразделения. Почетными участниками стали председатель Союза десантников ВДВ Александр Максименко и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Мурадин Котсба. От лица главы республики Рашида Тимрезова, первозаместитель руководителя администрации главы и правительства Ахмад Семенов возложил корзины с цветами памятнику Василию Маргелову и к памятнику неизвестному солдату. Сотрудники МЧС провели рейд на Кубанском водохранилище республики. Мероприятие прошло с целью мониторинга обстановки на водоеме, проведения разъяснительной работы с любителями рыбной ловли и выявления нарушений правил безопасности при эксплуатации маломерного судна. Сотрудники МЧС раздали памятки, провели профилактические и разъяснительные беседы, а также инструктажи по соблюдению правил безопасности на воде не только с рыболовами, но и с группами отдыхающих на берегу водоема. На базе Национального парка Кисловодский в питьевом зале Нарзанной галереи открылась выставка звездного фотографа Ольги Бабенко, посвященной карачаевской породе лошадей. Выставка открыта для посетителей до конца августа. Комментирует информацию начальник отдела экологического просвещения Национального парка Кисловодский Виктория Юферева. Наша выставка, она комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошадей. Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодский. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаевой Черкесии Рашидом Темрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крымшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии раскрыли факт дистанционного мошенничества на сумму около 300 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления в отношении жительницы Черкеска. 20-летнего молодого человека задержали, он дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Полицейские из Усть-Чгуты спасли жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Старший сержант полиции Рашид Абазалиев, сержант полиции Кира Музденов и младший сержант полиции Мусаурусов возвращались с вызова и обратили внимание, что на балконе первого этажа многоквартирного дома, расположенного рядом с отделом полиции, стоит мужчина. Через некоторое время этот же экипаж отправился на маршрут патрулирования. Один из полицейских заметил, что мужчина, который ранее стоял на балконе, лежит там в бессознательном состоянии. Стражи правопорядка незамедлительно отправились на помощь гражданину. Благодаря бдительности и оперативности полицейских, медикам удалось стабилизировать состояние пациента. По словам врачей, у 45-летнего местного жителя случился сердечный приступ, а своевременно оказанная помощь спасла ему жизнь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. На территории республики участились случаи дистанционного мошенничества. Сразу несколько жителей лишились своих средств, поддавшись на уловки телефонных мошенников. Об этом рассказала начальник прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. Под различными предлогами аферисты пытаются завладеть сбережениями и персональными данными граждан. На прошлой неделе 85-летнему жителю Черкеска сообщили, что его дочь попала в серьезное ДТП, в связи с чем нужны денежные средства в размере 250 тысяч рублей для операции по страдавшей стороне. Пенсионера вынудили передать им денежные средства в несколько этапов. Общая сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 800 тысяч рублей. На аналогичные уловки мошенников попалось еще несколько пенсионеров. МВД по Карачаево-Черкесской республике призывает к бдительности. Придерживайтесь простых правил поведения. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом сообщил заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она в Перми назовет лидеров отечественного горнолыжного туризма индустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале нашенгоры.рф. В Карачаево-Черкесии впервые прошел всероссийский турнир по футболу среди девочек. В нем приняла участие команда из Карачаево-Черкесии, а также футболистки из Северной Сети и Краснодарского края. Соревнования прошли на запасном стадионе «Нарт» в Черкесске и были посвящены столетнему юбилею региона. Команда Карачаево-Черкесии заняла первое место, вторую – команды из Владикавказа. Третья досталась команде из станицы Удобной Краснодарского края. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 26, плюс 31, в горах местами – плюс 16, 21. В южных районах высокая пожароопасность 4-го класса. В Черкесии кратковременный дождь – гроза. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 30 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты! Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо. Или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!